В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север на Волынском и Полесских направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающее им направление. Переходим в зону ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия на Авдеевском направлении. При поддержке авиации враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинова, Авдеевки, северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь силы обороны отбили 18 атак. Далее рассмотрим лиманское направление. Россияне ввели там безуспешное штурмовое действие в районе Надежды, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области, где защитники Украины отбили 6 атак. На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где защитники отбили 15 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и наносят врагу потери в живой силе, и техники закрепляются на достигнутых рубежах. Далее Маринское направление. Вашему вниманию там россияне при поддержке авиации. Вели безуспешные штурмовые действия в районах самой Маринки и Новомихайловки, это Донецкая область, где защитники отбили 24 атаки. На Шахтерском направлении противник вел штурмовые действия южнее Золотой Невы Донецкой области, успеха также не имел. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица на Купинском направлении захватчики вели штурмовые действия в районах Сенковки, Петропавловки, Ивановки, Харьковской области, где украинские воины отбили 7 атак врага. На Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Работина Запорожской области. В то же время силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Одессы на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. Ну и, конечно же, продолжают вести обстрелы Херсонской области, в частности, города Херсон. Продолжение следует...